Всем привет, ребят! Мы продолжаем проходить с вами холодный, морозный, хоррор, стрелялку, анабиоз. Поехали! Патрончики вроде не нужны. Продолжаем бродить с вами по замерзшему ледоколу с кучей монстров на борту. Так, опять мы, пожалуй, очутились практически на улице, но здесь можно хорошо погреться. Ох, ничего себе, почти на максимум, ребят. Но если дают хорошо погреться, то, скорее всего, будет какая-то долгая пробежка. Давайте возьмем лучше хладомет. Ни черта опять не видно, погода не улучшается, а становится, пожалуй, все только хуже и хуже. Аккуратно пробегаем. Ага, вот проход. Отлично, мы добрались с вами до помещения. Здесь у нас что-то можно заюзать, что-то включить. Вроде спокойно. Так, ребята, пожалуй, нам придется опять выйти наружу. А, нет, смотрите, проход вниз. Как-то я его сразу не углядел. А тут опять выход наружу. Мне не особо нравится, если честно, ребят, ходить по улице, по улице. Потому что здесь очень холодно, нужно быстро соображать, куда нужно бежать. Соответственно, еще нихера не видно. Но здесь пока вроде нетрудно сообразить, что нужно делать. Очередное, пожалуй, воспоминание. О, ниндзя-черепашка. Привет. Привет, и скоро я тебе скажу пока. Не друг ты мне, не друг. Отлично. Хорошая эта тема. Кладомет разматывает монстров только так. А погреться можно? Здесь есть и лампочка. Давайте поднимемся. Хотя, с другой стороны, ребят, что нам греться? У нас почти максимум ХП. Ну, как максимум, 70% примерно. Я не думаю, что лампочка что-то нам даст. Воспоминания. Поехали. Чувак, куда бежишь? А, помню, помню этот момент. Нам, ребят, нужно убрать стрелу крана и сделать это как можно быстрее. Убирай, убирай, не кричи. Вот мы изменили прошлое, и, соответственно, у нас появилась лестница. Да, получается, здесь нет никаких разрушений. А, значит, лестница есть здесь, здесь лестница. Давайте сперва сюда сходим. А тут ничего даже и заюзать нельзя. Мне, знаете, вспоминается то, что есть два типа ледоколов. Сейчас так немножко блесну знаниями. Есть те, которые как бы легкие, которые просто лед небольшой разрубают. А есть тяжелые ледоколы, коим кораблем этот и является как раз. То есть он, получается, устроен так, что он наезжает на лед и своей массой и конструкцией как бы продавливает его. И сюда не нужно. Вот это уже интересно. Скорее всего, где-то снизу есть проход. Здесь патрончики. А вот и проход. Активируем рубильник. Берем патрончики. Ну-ка, а что здесь? Опа! Ха-ха, здорово! Опять я нажал какую-то кнопку и, короче, у меня вместо холодомета взялся пулемет. Ну да ладно. Перезарядим. На самом деле, ребята, сейчас будем ходить с холодометом, чтобы экономить патроны. Здесь мы с вами не пройдем. Давайте еще раз активируем этот рубильник. Зомбарь не просто вышел из помещения, так он еще и вырубил рубильник. Не понял. А, во! Можно погреться, но дело в том, что у нас ХП даже больше, чем можно погреться от этой лампы. Посмотрим, откуда он там пришел. Патрончики. Хорош. Ох, ни хрена себе. Парниш, ты куда побежал-то? Заманивает, похоже, меня куда-то. По всей видимости, здесь где-то нужно включить напряжение. Потому что нихера не работает. Да ладно, ты такой крутой, да? Да что ж, я постоянно кнопку не тужму. Постоянно достается автомат, точнее пулемет. А хочется холодить именно с холодометом. Холодомет это отличное средство для того, чтобы экономить патроны. Да я бы не сказал, что он прям слабый, то есть он хороший. Но зачастую не на всех монстрах, скажем так, он эффективен. Потому что у нас монстры ходят, соответственно, с винтовками, с автоматами. И с прочей хероборой. Давайте, ребята, активируем этот рубильник. И, по всей видимости, нам нужно будет пройти вперед. Двери открываются, открываются. А никого здесь нет. А зомби улыбаются, улыбаются. Какая-то холодильная камера, по всей видимости. Мы, ребята, смотрим воспоминания о том, как эта туша была добыта, собственно. Загон коров, которых убивают. Насколько я знаю, сейчас этот метод более гуманный. То есть там выстреливается какой-то пиропатрон, который стреляется за счет электричества. Но чтобы типа порох не переводить, такая своеобразная пневматика. Стреляется, я насколько понял, в голову и моментальная смерть. Да, зрелища не для салбонервных. Охренеть, а гильотина такая. Я на самом деле очень люблю мясо и мясные продукты. Но я не хочу задумываться над тем, как животных умертвляют. На самом деле это очень страшно. И я буду надеяться, что это очень гуманно. То есть они умирают быстро, без мучений. Хочу сильно в это верить. У нас очередное воспоминание. Поехали. И теперь мы играем за того как раз загонщика, который убивает коровок. Здесь, соответственно, можно отрубить голову, но мы сделаем более мудро. Мы откроем загон и выпустим всех коровок. Бегите, мои родные, бегите. Давайте, 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 шустрее. Соответственно, в прошлом, изменив события, мы сделали все правильно, потому что труп исчез. И туши коров тоже исчезли. Слышь, ты успокойся, парниш. Размотали его, нет? Да, отлично. Тихо-тихо, еще один идет. Пусть подходит ближе. Умри, тварь. Здорово, сразу двоих размотали. Только немножко непонятно, это было в прошлом. А, нет, ребята, это, похоже, было какое-то видение, потому что, соответственно, были трупы людей, которых сейчас нет. Здесь, по-моему, был рубильник. А, нет, это надо выходить из склада камера, получается. Рубильник чуть дальше. Вот. Э, пацан, 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 подожди, подожди, не бузи. Какой живучий попался парень. Я, наверное, совершаю ошибку, то, что хожу с кладометом. Давайте перезарядимся. Нужно походить с автоматом, потому что уже максимум патронов. Духни, падла. Ой, да что ж я опять не ту кнопку-то жму постоянно. Коробки просто туда-сюда разлетаются. Давайте, ребят, возьмем патроны. Еще погреемся. И нужно какое-то время походить с автоматом, потому что мне не нравится та ситуация, когда максимум патронов. Но сейчас будем по обстоятельствам. То есть, если что, можно достать кладомет. Это чуть вперед мотнуть ролик. Так, патрончики, не забываем. Ага, да будет свет, сказал электрик. И включил провода. Опа. И что произошло? Слышь ты, Наташка, иди отсюда. Сдохни, сдохни, сдохни. Еще кто-то был. Нет? Ладно. Включаем рубильник. Тихо, тихо, ребят. Похоже, кто-то еще здесь. Так, а что с напряжением-то, я понять не могу. Открывается дверь? Нет. Рубильник тоже не включается. Ммм, интересно. Интересно, девки пляшут по четыре штуки в ряд. Тихо. Опа. Терминатор. Терминатор всегда не вовремя появляется. Неплохо мы его так размотали. Что удивительно, обычно он не умирает с одной обоймы, но как-то так вышло, что у нас получилось его размотать. На самом деле, он сильной опасности не представляет. Самое главное, не подставляться под его выстрелы. И все будет хорошо. Еще рубильник. Давайте, ребят, погреемся. Нет, у нас ХП больше даже, чем эта лампа сможет нас отогреть. Еще патрончики. Здорово. И еще рубильник. Очередное воспоминание. Поехали. Опа, собачки. Наша задача пройти вперед и делать это очень аккуратно, потому что если собачка нас тяпнет, то, соответственно, мы умрем. Быстро и бесповоротно. Еще собачка. Тихо, 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 не бузи. Аккуратно, ребят, проходим. Такое достаточно сложное место. Нужно не попасться. Подгнев этой собачке. Черт, еще одна. Аккуратно проходим. Здесь собачка находится у двери, которая нам нужна. Для того, чтобы ее прогнать, можно вот здесь мясо сбросить вниз. Все, отходим. И проходим вперед. Так, а вот как раз то место, где мы в прошлом, соответственно, пытались обдурить этих собачек. Вроде собак не видно, это хорошо. Если что, ребят, будем юзать холодомет, потому что собаки с холодомета достаточно быстро умирают. Пока вроде все спокойно. Записка? Ну-ка. Ты умрешь, ты умрешь, ревели они. А лес все гудел и гудел, вторе их криком. И молнии разрывали тьму в клочья. Данко смотрел на тех, ради которых он понес труд, и видел, что они как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. Ничего не понял? По всей видимости, они его на костер, что ли, отправили? Не знаю. Я думаю, что дальше мы это поймем. Возвращаемся назад. Опа, собачка, здорово. Куда она убежала? По всей видимости, мы опять ее убили, и она куда-то в стену улетела. Давайте погреемся. Ничего себе, мы греемся вообще на максимум. Такого еще не было. Еще собачка, иди нахер. Тихо. Еще собачка где-то была. Во! Пошла нахер. Еще собачка будет. Тихо. Здорово, парниш. Так, ребят, я, похоже, до него не достаю. Воспользуемся автоматом. Так. Тихо, 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 тихо. Больше никого. Отлично. Почему-то я думал, что еще кто-то будет. Отойди. Баллон, не мешайся. Кстати, баллоны... Ага. Вот о чем я говорил. Я же слышал кого-то. Баллоны, кстати, не взрываются. Это очень печально. По всей видимости, в них просто нету газа уже. А так было бы здорово. Баллон как-то рванул, рванул. Так, чтобы всех сразу зомбарить с одного удара. Точнее, с одного взрыва. Ох, эти баллоны только мешаются. Так, тут максимум, тут максимум. Ребят, у нас почти везде максимум. Это, в принципе, хорошо. О, перезарядочка, да? В принципе, хорошо, но с другой стороны не очень приятно, когда тебе дают патроны, а ты их подобрать не можешь. Так, сюда. Нет. Тогда сюда. Ребят, случилась неприятная такая ситуация. Крашнулось видео при загрузке на следующую локацию. И, соответственно, часть видео удалось спасти. И буквально, там, не знаю, сейчас 2-3 минуты я перезапишу. Давайте выходим из этого помещения. И мы с вами, ребята, оказываемся в таком большом, достаточно, помещении, в котором нам предстоит немножко подраться с противником. Значит, давайте пробегаем. Проход нам завалили, чтобы мы отсюда сбежать уже не смогли. Включаем рубильник и проходим вперед. Здесь есть патроны, также можно погреться. Сейчас нам предстоит небольшой бой. Иди сюда. На самом деле, здесь нет ничего сложного. То есть, получается, мы можем спокойно вот здесь так прятаться. У противника мозгов не хватает, чтобы до нас добраться. И это хорошо. Я тебе дам, блин, стрелять. Все, отлично. Этого мы размотали. Сейчас, насколько я помню, должны вы вылезти мухи. Вот, а вот и мухи наши любимые. Любимые и неповторимые. Давайте попробуем с кладомета, если я вообще до них достану. Их всего две штучки, ничего страшного в них нет. До нас они добраться не могут. Мазков им не хватает меня обойти. Так, что-то как-то сильно ярко тут все. Давайте, ребят, достанем обычную винтовку. И спокойно его расстреляем. Насколько я понял, одну муху мы с вами завалили. Хотя трупа я не вижу. Может быть, где твой братец, а? Ну-ка, признавайся. Их всего было две штуки. Добраться он до нас не может. Не попадает. Не он по мне, не я по нему. Ах ты, чертяга. Уже начал попадать. Жалеть эту винтовку не стоит, потому что она, в принципе, слабая для наших боев. У нас тут уже все противники ходят в основном с автоматами. То есть мы ее используем крайне редко. И сейчас предстоит нам еще один противник, который будет вот там вот вдали. Давай, иди сюда. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы его выманим. Там будет терминатор. О, он уже начал шмалять. Давайте для начала его с этой винтовки пошмаляем. Он закрылся каким-то столом. Ох, нихера себе. Он там стреляет, стреляет. Давайте в ответочку. Короткие на очередями. Часть патронов пролетает, соответственно, в молоко. Всему виной то, что это пулемет. И, соответственно, у него очень сильный разброс. Какой-то унылый просто терминатор. А, отлично, мы с ним справились. Все, противников больше не будет. Ну что, ребят, давайте походим, пособираем патрончики. Так, здесь вроде больше ничего нет. Вижу здесь патроны. Ага, хорош. Еще патроны. Перезарядим все, что можно только. Все, что только можно и нельзя. Но у нас все перезаряжено. Патронов у нас много. К автомату, я так понимаю, почти максимум. И нам ничего не остается делать, как только отправляться вперед. Вот оно, злосчастное-то место, на котором у меня, собственно, крашнулась игра. Переход на следующую локацию. Ну что, поехали? Загрузка прошла успешно. Ну что, ребят, давайте на этом завершим эпизод. Ссылка с прохождением игры в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте большой пальчик вверх. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.